Сегодня по техническому оснащению и современному оборудованию есть лесад номер 7 города Бреста, лучший в области и самый большой в регионе. Здесь воспитывают 350 маленьких брещан. И основы безопасности жизнедеятельности – одно из важных направлений воспитания подрастающего поколения. Для этих целей в учреждении оборудован специальный кабинет. Здесь в игровой форме малыши учатся вести себя на дороге и правильно реагировать на чрезвычайные ситуации. Нам нужно эти знания вырабатывать у них в привычку. Потому что если возникнет привычка безопасного поведения у ребенка, он тогда будет в безопасности. Потому что единые, единовременные занятия сейчас не решат проблему. Нужно создавать именно кабинеты ОБЖ, где дети раз в неделю будут заниматься, обучаться и закреплять эти знания. Сотрудники областной госавтоинспекции в детских садах – частые гости. Задача – научить, показать и рассказать маленьким горожанам, как обезопасить свою жизнь. Своими теоретическими и практическими наработками они поделились с руководителями дошкольных учреждений области. Ковер в формате 3D для занятий по правилам дорожного движения. Интерактивная песочница и электронная доска. Различный игровой инвентарь для занятий. Это лишь часть специальной начинки кабинета. Это новое дошкольное учреждение. Единственное, у нас в области трехэтажное. Мы хотели презентовать его как учреждение для остальных заведующих учреждений. А также здесь очень хорошо при планировании продумана безопасность детей. Нахождение в этом учреждении. Создана комната безопасности. У них имеется и площадка безопасности стационарная, о которой многие детские сады только мечтают. И мы решили показать то новое, интересное, которое есть у нас в области для всех заведующих, чтобы они стремились к идеалу. Обучение детей дорожной грамоте должно проходить уже непосредственно с дошкольного возраста. И только когда ребенок усвоит основы безопасности жизнедеятельности, основы соблюдения правил дорожного движения, только тогда мы сможем вырастить достойного участника дорожного движения, который и будет выполнять и соблюдать нормы ПДД. Не менее увлекательным и познавательным для руководителей учреждений дошкольного образования стали практические занятия в автогородке детского сада. Здесь малыши осваивают навыки пересечения пешеходного перехода, взаимодействия на дороге, учатся быть вежливыми и внимательными водителями и пешеходами. Я знаю, что можно переходить дорогу с мамой. Если остановилась машина, можно переходить. А если ты едешь на велосипеде, то надо сразить и переходить дорогу. Вместе с тем статистика неумолима. Только с начала текущего года с участием несовершеннолетних произошло 57 ДТП, в которых 8 детей погибли, а 62 получили ранения. Поэтому, считают в областной ГАИ, знания лишними не бывают. В основном это дети-пассажиры, которые перевозились с нарушением правил дорожного движения. Поэтому данным мероприятием с участием заведующих дошкольных учреждений образования мы в первую очередь призываем к тому, что необходимо обучать детей дорожной грамоте дошкольного возраста, ну и, конечно же, проводить целенаправленную работу с родителями, конкретно касаемую соблюдению правил перевозки детей-пассажиров и обучение родителей собственным примером, как необходимо вести себя на дороге. Ирина Ольшова, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.